МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восемь лет назад патриарх Московский и всея Руси, его святейшество Алексий II посетил Волгоград. Кадры кинохроники сохранили эти дорогие всем верующим горожанам мгновения. Патриарх и здесь, в храме Иоанна Кронштадтского, который тогда только начинал строиться. Взору святейшего пристал крест вот на этом холме, крест, освященный владыкой Германом в 1991 году. Именно с того времени собирался и продолжает собираться приход храма Иоанна Кронштадтского. Его святейшество благословил строителей храма, а благословение патриарха дорогого стоит. Какова же она, жизнь прихода? Рассказу об этом посвящена наша программа. Приход – это община православных христиан, состоящая из клира и мирян, объединенных при храме. Приход является каноническим подразделением Русской Православной Церкви, находится под начальственным наблюдением своего епархиального архиерея и под руководством поставленного им священника-настоятеля. Образуется приход по добровольному согласию верующих граждан православного вероисповедания. Русской Православной Церкви Русской Православной Церкви «От них же веры есть вас». «Ищи веры!» «Я бы сей самое причистое тело Твое!» 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 В восставлении грехов и в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твоя тайная дни. Сыне Божий, причастниками оприми. Сыне Божий, причастниками оприми. Сыне Божий, причастниками оприми. Сыне Божий, причастниками оприми. Я прикоснусь к устам Вашим, а ты мед беззаконие Ваши, грехи Ваши почистим. Вера у нас одна православная и христианская. И если без веры прийти в храм, то сразу стушуешься и не поймешь, в чем дело. А Господь ведет нас. И по вере нашей да будет нам. Я призываю молодежь приходить в храм молиться о усопших особенно, которые не могут о себе молиться. Мы обязаны о них молиться, потому что по исходу душ наших, они потом будут Господа молить и о нас грешных. Но всем желаю я, конечно, уверовать в Господа нашего Иисуса Христа, возлюбить ближнего и, как Господь сказал, любишь ближнего, любишь и меня. Моя вера пришла внезапно. Однажды я сильно заболела и гуляла по улице, и увидела вдалеке кресты, храм. И я пришла сюда. И с тех пор я здесь. И вожу своих внуков, и сама прихожу, и детей своих привожу. И хотела бы, чтобы все люди поверили так, как я поверю. Слава Тебе, Господи! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Боже наш, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Боже наш, слава Тебе! Боже наш, слава Тебе! Боже наш, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! 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 Я очень этим храмом, как можно сказать, лечусь, поддерживаюсь, потому что я очень болею с легкими. И поэтому храм молитвы, мой сам приход здесь в храме, я здесь получаю выздоровление, потому что я всегда остаюсь на молебне, очень помогает мне литургия, всегда прошу Господа Бога, Пресвятую Владычицу Богородицу очень мне помогает, и всех святых. Я так и считаю, что только живу этим храмом. Я хочу поблагодарить всех сестер и братьев, и всех прихожанных храма сего, и настоятели, батюшка Леса, которые помогли мне сделать операцию, деньги собирали. Его сейчас три года уже на меня содержит и помогает мне. Жилье мы строили, и группу дают, и не забывают меня. А вы одинокий человек, да? Да. Значит, вы нашли Господу, пришли, Господь послал вам помощь. Я занимался единоборством, спортсмена. А потом так получилось, и пришел в Камышин и в церковь первый раз. И ребята меня привезли в монастырь, в Касу Елисея. Я там два года жил. Вот. А после мне здесь сделаны операцию, деньги собирали мне. А все это уже три года меня, как говорят, содержит Господь, и прихожане храма сего. Пришла такую войну тяжелую, плен. И только меня, Божья Матерь, здесь спасала и своим покровом накрывала. Как бомбили, и как издевались, и я только падала и молилась, и просила Божьей Матери помощи. И осталась я живая. Вся голова моя битая во мне в шишках. И до сих пор я живу и хожу, всегда в церковь. И здесь с первого дня и водосмешнего дня. ПЕСНЯ 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 Вера, церковь, это то, что вам нужно. Потому что сейчас в стране, в мире, идет разгул наркомании, разгул сектанства. Я, например, работаю в наркологическом центре, и сам вижу просто, во что превращаются наши братья, наши россияне, что с ними происходит после употребления наркотиков, после употребления алкоголя. Давайте поможем вместе, давайте каждый будет заподзаться сам о себе и о друге, о ближнем своем, чтобы всем, чтобы в России исторически сложившаяся православная вера вновь восторжествовала. Молодежь – это наше будущее. Вот, например, я пришел в церковь, меня привела моя прабабушка всю нашу семью. Она была очень верующая. Вот, ну, я считаю, что такую прабабушку иметь – это большое счастье. Просто не у каждого сейчас есть такие родственники, которые способны привезти. Сейчас просто… А как ее зовут? Александр. Каждый приходит своим путем. Но у людей, не ходящих в церковь, все равно образуется вакуум, которым они чем-то заполняют. Этот вакуум заполняется или хорошим, или плохим. Он должен заполняться именно Богом. То есть каждый приходит своим путем, и именно здесь, в храме, находит этот, как бы, чистый свет, который помогает ему потом в жизни и вообще. Я собираю жертву для храма, для того, чтобы все-таки у нас храм маленький, чтобы нам построить храм большой, вот, чтобы нам люди приходили. А то люди-то приходят, но все-таки у нас тесно, и приходится стоять чуть ли не на улице. Поэтому мы собираем, люди, слава Богу, жертвуют. А люди должны жертвовать десятину, да, от своего? Да, жертвовать нам, слава Богу, по милости Божьей. Николай Кузьмич, я знаю, что вы здесь долгие годы слушаете алтарникам, послушникам. Вот приходите сюда, и на всех службах вы. Вот что вас заставляет? И не устаете ли, не в тягости ли? Знаете что, меня к вере привела одна небольшая история с моей супругой. Мы поехали в Дивеево, в Серафиму Саровскому. У ней была на руке экзема. Она один раз только упала в дальнем источнике. И наутро у нее экзема пропала. По сей день ее нету и не возобновляется никогда. С тех пор я уверовал в Иисуса Христа, в Серафима Саровского. И после этого я сюда благословился у отца Елисея, у настоятеля этого храма. И меня благословили сюда, в алтарь. Я уже вот здесь 4 года служу в этом алтаре Иоанна Кронштадтского. Ну, как в усталости. Господь помогает. Я здесь пока единственный алтарник. И утром, и вечером я служу. Ну, приходит он, по наморе много. Они приходят по выходным, все учатся, работают. А я на пенсии. Я вот Господу служу и утром, и вечером. Жизнь изменилась после того, как вы пришли к вере? Жизнь изменилась в том, что я себя чувствую бодрее. Ну, и все остальное, все вроде Господь дает силы и все, и крепость. А сколько лет вам? Мне немножко. Мне 68 лет. Вот это немножко. А выглядит-то на 50, наверное. Ну, слава Богу. Господь, видно, так сподобил быть Пономарю молодым. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ А после праздничной службы во имя Спаса нашего Господа Иисуса Христа Отец Фелисей со старостой прихода и директором воскресной школы были приглашены в гости в православную семью Валерия и Ольги Парамонов. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Христе Боже, благослови я, степи тебя, рабом ты, мяко святость, и всегда на ней пресно и во веки веков. Аминь. Приятно кушать. Я благодарен Богу, что Господь свёл меня вот с семьёй Валеры и Оли Парамоновых. И жизнь прихода начинается с чего? С семьи. Семья есть малая церковь. Это живой организм. Да, церковь есть живой организм. Вот семья – это малая церковь. Как в семье всё поставлено, как у них отношение к вере, к делу, вот между собой, так и, наверное, в жизни будет складываться и дальше. У детей, у внуков. Поэтому сейчас я первую такую задачу вижу, в том, чтобы именно больше таких семей появлялось. Вот наш владыка, митрополит Герман, не перестаёт говорить о том, что именно о том, чтобы наши семьи укреплялись православные, больше становилось православных семей. Больше именно вели вот такой православный образ жизни, который сейчас необходим. Но когда, видите, у нас всё разрушено, что нужно? Примеры хорошие. Вот дай Бог, чтобы таких примеров было больше. Человек открывается в своём многообразии. Не только в церкви, да? Но как он дома? Как у устроя семьи? Вообще, какой порядок у них? Потому что, как мне сказал один человек, да, очень интересный, сказал, что аккуратность и порядок – это половина святости. Вот эта святость, если она есть в семье, это аккуратность и порядочность. Вот и святость, да? Ну, мы вот с женой давно живём, уже третий десяток пошёл. Ну, по сути дела, я через неё к Господу пришёл, в церковь. Ну, с Божьей помощью вот мы шесть лет назад машину купили. Ну, и стали ездить по святым местам. Ну, не считая этого года, мы уже пять лет подряд по святым местам ездим. Много посетили святых мест, но в этом году у нас финансы нам не позволили съездить. А то бы в этом году съездили. Я очень рада и всегда рада видеть батюшку, когда он к нам приходит. Ну, и уделяет нам внимания очень много. Разговариваем, по любому вопросу подходим. И дети, и мы с Валерой к батюшке. И рада, что дети ходят в храм. И хочу сказать, и посоветовать любой маме и папе, чтобы они, если детки маленькие ещё могут ходить в воскресную школу, обязательно приводили в воскресную школу. И, как уже я могу сказать точно и с большой уверенностью, что молитва матери и отца самая сильная. И в церкви она будет самая действенная. Помогайте своим детям. Приводите в храм. Вы знаете, я всегда так рада, когда прихожу в такую семью православную. Потому что здесь чистота и свет царит. Здесь царит Господь. И ангелы, наверное, собираются вот в такой обстановке. А почему вот воскресная школа чем хороша для наших современных детей? Потому что это прежде всего чистота. И взаимопомощь, и понимание детей, и сострадание. Именно то, что не хватает вообще в жизни ребёнка сейчас. Дело в том, что я ведь работающая в светской школе. И насколько всё-таки дети, которые приходят в храм, которые молятся, отличаются от детей светских. В наше время очень-очень трудно в детях воспитать светлые и добрые чувства. И без Господа это просто невозможно сейчас. Поначалу в воскресную школу я когда ходил, я ещё как бы не очень понимал, что это такое. Ну, ходил, как родители меня туда устроили, я туда и ходил. Но потом стал становиться старше, мне становилось интересно туда. Потом уже начал понимать, что это необходимо просто ходить туда, в воскресную школу. Вот если я, например, пропускал занятия, там не ходил, там, ну, два месяца, допустим. У меня и в светской школе у меня, ну, таких особых успехов тоже не было. А как начинал ходить в школу в воскресную, ну, регулярно, так у меня, ну, и там было, и в воскресной школе хорошо, и в светской. Как относились к тебе, как к человеку верующему, мальчику, вот те сверстники, которые совсем другие? Он большинство не знал об этом. Ты скрывал? Ну, я не скрывал, просто не говорил. Ну, вот в одиннадцатом классе, ну, ну, уже все, считай, знали, что я хожу. Ну, как они спрашивали? Они спрашивали об этом, интересовались, что там делать, как там. Ну, не смеялись, нет? Не, не. То есть они интересовались по-доброму, да? Я очень благодарна своему настоятелю, отцу Елисею, что он пригласил нас в эту православную нашу добрую семью и побыть на празднике. Они ходят у нас регулярно, это наши прихожане, тесный храм, но не оставляют. Школа маленькая, с вагончика, тоже трудно было даже эту школу сделать. Ну, с Божьей помощью мы ее и восстановили. Детки занимаются просто прекрасно. Ну, а так стараемся сейчас пока, чтобы жизнь православная не затухала, а процветала. Потом мы вернулись в церковь. От нее не хотелось уезжать. И, видимо, в этом был промысел Господень. Нечаянно, негаданно приехал московский архитектор Михаил Голубин. Кстати, наш земляк – один из соавторов проекта будущего большого храма во имя преподобного Иоанна Кронштадтского. В пользу с таким случаем я бы хотел поблагодарить нашего уважаемого заказчика за такое почетное поручение для нас. Строительство новых храма и нигде-либо, а вот именно на той земле, на которой мы родились. Ведь не причина, что мы живем в Москве, а работаем здесь, не может являться, как бы отрицательно сказаться на всем этом. И вот еще раз хочу сказать, что благодаря такому вот нашему тесному творческому содружеству и начало было положено очень доброе и активное. И мы видим, что продолжение идет тоже в таком же темпе, в хорошем темпе. Я бы сказал, даже в московском таком, в столичном темпе идет проектирование. И на сегодняшний день у нас с Божьей помощью готов материал на начало работ по нулевому циклу. А это, по сути дела, 30% всей программы. Самый сложный, самый ответственный момент. Фундаменты, перекрытия, основы храма. Поэтому, я думаю, у нас сомнений у архитекторов, по крайней мере, никаких в этом плане нет и не может быть. Вот. И, ну, грехотать нечего, тут говорится, с финансированиями не всегда у всех. Ну, где сейчас нет. Где-то сейчас хорошо. Да, такого нигде нет. Вот. Поэтому, поэтому... Человеку невозможно, а Богу все возможно. Да, да. Вера у нас есть. И я думаю, что... Батюшкина подсказывает. Все будет замечательно. Денег нет, но строиться будем. О, какая Юля, вам денег нет? Денег нет, но строиться будем. Будете вообще? Будем. Ну, сказали же. Как Господь, Бабуся. Михаил Дмитриевич, а ему деваться некуда. Деваться некуда, да. Все, да. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Симон «Симон» Симон «Симон» Симон «Симон» Симон «Симон» Субтитры подогнал «Симон»